В течение нескольких дней после пожара в Зимней Вишне в интернете тиражировалась информация о том, что власти скрывают истинное число погибших, что на самом деле жертв не 60, а более 400. Как выяснилось позднее, брос дело рук гражданина Украины. После трагедии в Магнитогорске несколько сетевых изданий сообщили, что в подъезде многоэтажки были террористы, а версия со взрывом бытового газа не имеет никакого отношения в действительности. Это лишь самые яркие примеры того, как преподносилось в информационном поле одно и то же событие. В связи с этим власти решили ввести ответственность за распространение ложных сообщений в интернете. Законом от 18 марта 2019 года в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения именно в статью 13.15, которая предусматривает ответственность за злоупотребление свободой массовой информации. Эта статья дополнена тремя новыми частями. 9, 10 и 11 устанавливает ответственность в частности за распространение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сведений. Примечательно, что закон распространяется не только на средства массовой информации, но и на рядовых граждан. Теперь в интернете нельзя размещать заведомо ложные сведения, которые могут нанести вред жизни и здоровью граждан, а также нарушить общественный порядок. Штрафы установлены довольно серьезные. Минимальный штраф для граждан 30 тысяч рублей, для должностных лиц 60 тысяч рублей, для юридических 200 тысяч рублей. Если говорить о максимальных штрафах, то для юридических лиц он может составлять до полутора миллионов. В том же интернете закон уже окрестили репрессивным и нарушающим свободу слова. Оппозиционные СМИ боятся, что новые правила могут быть использованы против них, параллельно обвиняя в создании ложных, фейковых новостей крупные федеральные издания и телеканалы. На профильной кафедре Ивановского госуниверситета полагают, что на работе добросовестных журналистов поправки не отразятся. На самом деле принципиально нового для средств массовой информации ничего не произойдет, потому что по давнему закону о СМИ журналист обязан проверять достоверность информации. И скорее это будет касаться блогеров, интернет-пользователей. СМИ как работало, это как была наша обязанность давать достоверную информацию, так эта обязанность и сохраняется. Закон разделяет факты и мнения. Человек свободен в своих мнениях и новый закон, вернее поправки к действующему закону не ущемляют это право на мнение. Ну а сообщения о фактах должны быть четко отделены от мнений. Прежде чем оштрафовать, сетевым СМИ вынесут предупреждение и дадут сутки на удаление недостоверной информации. Решать, какую интернет-ложь считать опасной, будет Генеральная прокуратура и Роскомнадзор. Окончательное решение о наказании принимает суд. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.